Друзья, всем привет! Итак, Нибол Фромбор, часть 2 В этой части поговорим про то, как эту штуку установить на ваш компьютер чтобы можно было стряпать сервисы налево и направо Давайте переключимся в следующий слайд В общем-то, я не думаю, что буду много говорить Давайте я вам лучше буду показывать Итак, у меня открылась Visual Studio Я сейчас хочу показать, что у меня нет ни одного предустановленного шаблона Чтобы было честно Ну, обычно они в самом низу Их нету Более того, у меня есть вот папка Документы Visual Studio Template Project Template И здесь нет ни одного шаблона Итак, что для начала нужно сделать? Нужно для начала пойти на колобонга микросервис в гитхаб в репозиторий открыть папку Outlook И я буду устанавливать шаблоны для третьей версии Соответственно, мне нужно скачать вот эти вот два файла Я их уже практически скачал Вот у меня два файла Сейчас я их открою в папке Вот Ну и, собственно говоря, теперь что мне остается сделать? Так это всего лишь навсего взять вот эти вот файлы и отправить их, соответственно, вот в эту папку Ага Вот они скопировались И, собственно говоря, на самом деле теперь единственное, что мне нужно просто закрыть студию Сейчас я лишнее позакрываю И теперь я могу уже создавать новые объекты Новые проекты Надеюсь, что снова... Да, вот они появились два Один с Identity Server Второй без Identity Server Ну а дальше, собственно говоря, как на предыдущем видео В принципе, вы можете с легкостью их создавать В общем, что бы хотел сказать Раз уж мы вернулись к слайдам Все очень просто Вернее, все очень просто Почему нельзя было сделать проще Копирование и установка шаблонов на самом деле получается из-за того усложнено, что название в фреймворках namespace'ов название переменных название путей очень длинное И при попытке создать WCX шаблон Visual Studio выдает ошибку Что слишком длинная строка подключения То есть путь для развертывания шаблонов перед проверкой Поэтому она не может их установить Уважаемые друзья Если кто-то знает, как решить эту проблему Пожалуйста, напишите в комментариях И я сделаю простой экстеншн для Visual Studio Который можно будет установить из папки Как это называется там Из каталога расширений Без копирования каких-то дополнительных файлов Какие-то папки То есть этот экстеншн позволит И проще устанавливать И отслеживать версии В общем, прошу вашей помощи Собственно говоря А, еще вот что хотел сказать На самом деле я начал немножечко заполнять Здесь вот такую штуку Как в Википедии В Гите Вот Ну и, собственно говоря Вот Установка шаблонов Ага В общем, здесь уже написано Некоторые материалы Если вам интересно Почитать, пожалуйста И некоторые вот, допустим Просто пустые В комментариях В принципе Приветствуется информация О том Какие первые пункты Нужно заполнить И я первым делом Буду делать Про них Допустим Вот вы скажете Файл сетап Я сделаю видео И сделаю описание И постепенно будем Наполнять вот эту штуку Чтобы было и читабельно И смотрибельно Ну, в общем-то Наверное Пока это все Видео получилось Не очень длинным Но, тем не менее Мне кажется Очень полезным Спасибо большое Что комментируете Спасибо большое Что участвуете В создании фреймворка Всего доброго Всем и спасибо Спасибо